Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов и на моем канале Комменбай. В этом видео хочу поговорить о кровельных аэраторах. Когда я закрываю вопросы с дымоходом, ко мне очень часто заказчики обращаются с такой проблемой сделать вентиляцию. Вентиляцию неважно из котельни, из комнаты, из туалета. Вся вентиляция должна выходить на улицу. Обязательно. И не в горизонтальном участке, а вертикальном. И передо мной на этом объекте стала проблема, и которая навсегда была на кровлях вот с таким вот профилем. Это металлокровля, профиль 20. Очень неудобный был для установки труб круглого диаметра. Объясняю почему. Использовались всегда вот такие вот кровельные элементы. Мастер флэш. Название него РЭС-1. Проходите утепленной трубой, а потом начинаете вот здесь ломать, делать волну каким-то образом для того, чтобы сделать герметизацию. Это делается в том случае, если вы не выходите возле конька и нет возможности сверху спустить вниз. Конечно, идеально, когда вот под этот элемент, идеально, конечно, когда сюда заходит лист профиля верхнего. Ну, из практики скажу так, это бывает очень, к сожалению, редко, потому что работы производятся, когда уже кровельные работы все закрыты. И это очень большой минус, когда заказчики просто это не предусматривают. Если вы смотрите это видео, то мой вам совет, закрывайте все вот эти вот выходы вентиляционные, дымоходные во время кровли, когда она делается, потому что можно уйти от многих проблем в дальнейшем процессе эксплуатации. Ну и здесь я столкнулся с такой же проблемой, потому что я выхожу внизу из ката кровли, мне надо сделать отверстие в кровле и поставить кровельный элемент, который бы позволял воздуху выходить вверх. Сбылось. Поляки, именно поляки, да, могли сделать нормальный кровельный аэратор. Именно для профиля 20-го. Из чего он состоит? Он и стоит вот из такого вот элемента. Это монтажная площадка, которая крепится на саму кровлю. Она уже идет здесь под профиль волны. Их не было, и они появились в 2019 году. И в дальнейшем они будут у меня в продаже, я их также буду продавать. К сожалению, только на данный момент они приводятся под заказ. Их наличие никто не держит. Не знаю почему, но все-таки, я думаю, это дело времени. Они появятся и в наличии у крупных поставщиков. Он состоит дополнительно из такого вот капсула. капсула вставляется вот сюда. Все это зажимается. Нестандартный элемент. Но пришли они к такому выводу, что вот этот элемент должен одеться отдельно. Если мы возьмем для стандартной там кровли Монтерея, либо Венецию, неважно какую кровлю, из металлопрофиля, то у них на данный момент еще выпускаются кровельные аэраторы, когда просто вот такое вот отверстие. А вот сюда уже вставлен сразу такой вот патрун. То есть вы вставили, потом сюда одевается гофра. Одевается вот такая вот гофра. Очень важный элемент. Но и снова же сюда вы еще ее не поставите через переходник. Сюда еще надо будет переходник. То есть есть ряд доработок, которые, ну, знаешь, монтажники. Я с вами борюсь, потому что я через эти вещи уже все прошел. Когда вы приходите в магазин, да, и вам говорят, купите вот эту вещь, установите, все будет окей. И когда вы начинаете сами монтировать, у вас становится ряд проблем. И эти проблемы связаны именно с монтажом. И вы едете обратно в магазин, покупаете такую вещь. Потом вы купили такую вещь, и вы что, думаете, у вас все закончилось? А почему такая вещь покупаете? Потому что сюда, я на многих монтажах встречаю, что люди ставят алюминиевую гофру. Ни в коем случае ее не ставьте. Она рвется. И одно лишнее движение, она рвется. Все. Точка. Если она порвала, значит, выход воздуха будет. Сюда надо ставить именно ровли. Вот такой сегмент. Вставляется, которая во внутрь этой гофры. Сейчас я его вставлю. Вот так. И неважно, где вы выходите, вы можете ее вот так вот сжать и уйти в сторону. Понимаете? Если вот где-то возле стропильной системы выходите, либо возле доски какой-то выходите, вы сможете сместиться. Ни в коем случае алюминику не ставьте. Потому что я встретился с таким вопросом, что люди сами решают купить такие вот сегменты. Просят у меня установить их. Я приезжаю и говорю, нет, парни. Так дела не пойдут. И если заказчик сам, если продавец не может продать вот такие вот вещи, то просто люди возвращают кровяный аэратор. Ну, я дальше уже сам доукомплектовываю. Все с нуля. Но уже продукция идет моя. Именно моя. Потому что ту продукцию, которую я продаю. Потому что я могу продать вот эти вот вещи. Я знаю, что они необходимы при монтаже. Никакая алюминийка. Да, стоимость вот этого гофра на белорусском рынке, сейчас я вам в доллары перейду, это 10 долларов 20 рублей. Алюминийка сколько стоит? Копейки она стоит, да, трехметровая или двухметровая. Не важно там. Поэтому обязательно ставьте жесткие элементы. А дальше сюда вставляется уже элемент трубы вентиляционной. То есть вовнутрь. Обратите внимание, что все собирается только по конденсату. Поляки уже давно к этому пришли. Собирать всю систему по конденсату. Ну и как, конечно, вся Европа. У нас эти стереотипы по дыму еще остались. Но я надеюсь, что с каждым годом, и они с каждым годом становятся все меньше и меньше. И не важно, система для вентиляции, либо для газового котла. Да, именно я собираю по конденсату. И в дальнейшем никаких вопросов у вас в процессе эксплуатации не будет. Но по конденсату вы должны понимать, что собирать систему, конечно, тяжелее. Потому что вы сталкиваетесь с рядом проблем, которые надо решать. И это нормально. И очень важный элемент. Я надеюсь, что данный производитель начнет ставить вот эти вещи, уровни, на всех своих аэраторах. Которые позволят снова же быстрее устанавливать кровель на аэраторы. Да, ну и здесь какая-то, почему они ушли, не знаю. Какая-то здесь вот есть особенность. Такая вот гофрочка стоит. Видимо, они какую-то задачу решали. Не знаю, почему, но пришли к тому, что должна быть именно вот так. Потому что если мы возьмем на стандартную кровлю, то здесь все идет литой, аккуратненько. Вот этих вот элементов, вот этого вот, ничего здесь нет. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Коммент бай. Монтируйте вентиляцию правильно. До новых встреч. Конечно, подписывайтесь на мой канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok